История всегда являлась одной из стратегически важных образовательных дисциплин. Исторический факультет Донецкого национального университета представляет собой мощный образовательный центр, который несет гордость собственным потенциалам. В стенах высшего учебного заведения состоялась торжественная церемония вручения диплома выпускникам исторического факультета. Почетные гости мероприятия, а также профессора, декан из ТФАКа, исполняющие обязанности декана кафедры международных отношений, выступили с теплыми напутственными словами, после чего выпускникам вручили дипломы путевки в дальнейшую полную свершений и успехов жизни. Выпускникам пожелать хочу, чтобы знания, которые они получили в университете, им пригодились в жизни, чтобы они нашли хорошую профессию. Ну и большинству наших бакалавров я хотел бы пожелать, чтобы они продолжили обучение в магистратуре, еще два года. Я думаю, это хорошее время будет, еще более интересное, всяческих им успехов и полноценной жизни. История является одним из основных предметов социо-гуманитарного цикла. Она формирует историческое сознание общества. Поэтому так важно, что в нашей ДНР идет подготовка классных специалистов. Вот сейчас ИСТФАК выпустил бакалавр по трем направлениям. Это историки, политологи и международники. Я уверен, что все из них продолжат образование дальше, то есть поступят в магистратуру. И в дальнейшем будут служить наши ДНР на ниве образования, науки, на ниве политической деятельности, международных отношений. История – это учительница жизни, древняя латинская пословица. И я уверен, что такие компетентные специалисты, которые готовят наш исторический факультет, они нужны республике и в будущем Новороссии. Потому что впереди еще очень много работы для историков в том числе. С момента основания университета почти за 80 лет были подготовлены тысячи высококлассных специалистов. На сегодняшний день Донну тесно сотрудничает с российскими высшими учебными заведениями, в частности с Южным федеральным университетом в Ростове. Благодаря их помощи в прошлом году около 80% выпускников получили не только дипломы ДНР, но и документы российского образца. Большинство продолжают обучение в родной Альма-Матер, однако есть те, кто намерен поступать на магистратуру в российские вузы. Я хочу двигаться дальше, хочу поступать в Россию. Мой выбор пал на Санкт-Петербургский университет. Действительно, здесь очень хорошие преподаватели, очень хорошие специалисты. Мы ездили в Южнофедеральный университет в Ростов, и нам сказали, что уровень нашей подготовки действительно очень высокий. Квалификационные работы крайне хорошие, крайне талантливые, вот они сказали, зрелые. Поэтому действительно, пусть студенты любят своих преподавателей, уважают, обязательно прислушиваются к ним. И тогда вот в будущем они, когда получат вот эту вот бумажечку в обложечке, они, наверное, почувствуют вот счастье, гордость и вот какую-то любовь вот к этим стенам. Среди выпускников университета известны ученые, государственные деятели и дипломаты, депутаты, руководители подразделений органов безопасности, известные журналисты и писатели. Несомненно, выпускники этого года также добьются больших высот. Дарья Чернична, Екатерина Боева, Новороссия ТВ.